В Самаре уже в третий раз прошел исторический матч в рамках проекта «Футбол запасной столицы». Команда железнодорожников снова встретилась со сборной авиационных предприятий. Кто оказался сильнее в этот раз, знает Кирилл Козин. Матч «Товарищеский» и «Портивостояние историческое» ему в этом году исполнилось 75 лет. «Футбол запасной столицы» посвящен встрече команд Куйбышевской железной дороги и сборной авиационных заводов, которые были эвакуированы в город в годы Великой Отечественной войны. Та игра прошла 3 мая 1942 года на стадионе «Локомотив» и, по сути, стала первой для крыльев советов. Правда, название это у авиаторов появилось немного позже. Матч реконструируют уже в третий раз. В первом году мы выиграли, в том году проиграли 1-0. Реванш охота взять, конечно, чтобы победить. Настраиваемся на победу. Ребята «Локомотив» и «РЖД» захотел взять реванш в этом году. Мы им будем, соответственно, мешать. Соответственно, тоже хотим выиграть. В итоге в этом году, как и в 42-м, победителем вышла команда железнодорожников со знаковым счетом 4-2. Изюминкой матча стал мяч, по которому был совершен первый удар. Настоящий раритет. Специально для футбола запасной столицы у себя дома его нашел один из самарских ветеранов. Этот турнир нравится. Нужно, конечно, чтобы молодежь играла, просветала. И были бы, конечно, кадры для крылья советов. Одной игрой футбол запасной столицы не ограничился. Вместе с историческим матчем на поле стадиона «Локомотив» прошел и корпоративный турнир по мини-футболу среди ведущих команд, предприятий и организаций Самары. А для зрителей в перерыве был организован мастер-класс по фрисби. Кирилл Козин, Александр Дудко, Новости губернии.